Большое разнообразие продуктов по низким ценам. Традиционные ярмарки вновь вернулись. Год назад массовую торговлю отменили из-за пандемии коронавируса. С началом весны ситуация с заболеваемостью улучшилась, ограничения ослабли. А значит, появилась возможность возобновить традицию. Очень рада, что наконец-то появилась возможность увидеть всех своих клиентов. Спасибо за предоставленную возможность поторговать, реализовать нашу продукцию. Очень рада видеть всех снова. Рады продавцы, рады и покупатели. Свою натуральную продукцию привезли фермеры с разных уголков региона. Здесь и молочные продукты, и мясо, и овощи. Пчеловоды из Радищевского района приготовили для ульяновцев мед разных сортов. В том году ничего не было. Очень сложно без ярмарки, конечно. Продавать продукцию тяжело. Из дома нереально. А вот на ярмарке людей много. Среди участников есть и новички. Семейная ферма Орловых из Кузоватого производит натуральный шоколадный медум. В ассортименте горький шоколад с разными наполнителями. Мы этим занимаемся уже чуть больше года. В основном участвуем на форумах, типа, сделано в Ульяновской области, форумы деловых женщин. Ну, в общем, на таких вот. Сегодня на ярмарке мы впервые. То есть здесь первый раз вообще в таком формате мы выставляемся. Всё же отголоски пандемии дают о себе знать. В этом сезоне пришлось сократить количество участников. В этот раз торговлю ввели со 140 машин. Обычно их количество переваливает за 200. А перед началом торговли у каждого участника измеряли температуру, выдали средства защиты. Сократили и культурную программу. Вместо традиционных выступлений творческих коллективов – фоновая музыка. Все цены на продукты ранее установили в Министерстве агропромышленного комплекса, исходя из анализа рынка. В целом продукты можно было купить дешевле, чем в магазинах на 10-15%. Губернатор Сергей Морозов, который также посетил ярмарку, отметил, что в регионе начнут развивать мобильную торговлю. Это одна из мер продовольственной безопасности. В частности, в этом году на поддержку торговых объектов, реализующие продукты питания, будет выделено 10 миллионов рублей. Также фермеры смогут получить субсидию на покупку автолавки в 30% от ее стоимости.